Смотрите, шланг абсолютно новый. Прям он в упаковочке был. Вот. Здесь у нас погребок. Но здесь совершенно мы не убирались после зимы, после... Ну, как бы этот домик у нас как склад вообще. Просто. Извиняюсь за бардак. Не хочется показывать. Я потом приберусь. Конечно, покажу. Домик хороший. Вот. Но нам здесь некогда убираться. Он у нас третий домик. И вот вы видите, какой шланг хороший. Ну, как у нас был такой раньше, только зеленый. Он, конечно, со временем стал вот здесь перекручиваться. Вот в этих местах. Ну, прослужил. Наверное, года три нормально поливали. А нам как раз не хватает вот у нас огромной дачи вот туда тянуть. Вот шланг у нас теперь. Я сюда буду приходить с вами разговаривать. Спокойно беседовать. Так, видите, у меня картина там какая. Кто мне скажет, как она называется? Вот. Здесь, значит, у нас третий домик. Вот где окрас у меня в домике желто-зеленый, это я, значит, нахожусь в дальней даче в третьем домике, который мы продаем. В каждом видео уже это говорю. И вот я сейчас зашла, увидела вот этот новый шланг. Вы знаете, мама у меня заработала его сама. Как она заработала? Ну, вот ей женщина, ее, вернее, простила женщина еще зимой, чтобы она для нее вырастила рассаду, чтобы она у нее купила. Ну, а мама говорит, ну, пойди купи на рынке, так же, Господи, рассадой-то море будет. Она, нет, Раиса Васильевна, я хочу, чтобы я хочу, чтобы вы рассаду именно вы мне вырастили. Вы представляете? Потому что, говорит, я знаю, что вы сажаете, что вы выращиваете. У вас очень качественное и хорошее. Нормально у меня с косичкой так? Вот. И поэтому я сейчас пришла, смотрю, мама уже его развернула, этот шланг. Вот. А как она его заработала? Ну, вот. Она вырастила рассаду. И она даже вот не ожидала. Она говорит, Раиса Васильевна, я вам хочу, говорит, подарок сделать. Она вообще ей даже не продавала. Эту рассаду просто в корзиночке собрала и хотела ей, ну, дать. Ну, там чисто символически она хотела вот за эту рассаду на нее взять. И вот она ей вот этот шланг притащила прям, ну, к нам домой прям. Вот. Мама уже его сразу сюда привезла. Вот. В коляске. Все. Я приехала. Вот так вот я ехала два дня до дачи. Вот что значит нет транспорта. Представляете, вот у нас такие сложности с автобусом. А ведь платим очень дорого. Сотка у нас стоит тысячи, тысячи двести. И вот, считайте, у нас 15 соток. Сколько мы платим за дачу? Вот кому интересно, это я рассказываю. Вот. С утра был дождичек. Я вот сейчас ушла в этот дальний домик, а мама мне уже дала задание. Вот. Показала мне все. Я вам тоже показала, как у нас вот такие комары летают. И маленькие детки уже летают. Вот. И сейчас я, короче, собираюсь идти полоть чеснок. Что такое полоть? Перехожу к важной работе. Пока мы с мамой ходили по огороду, да, не снимай, не снимай здесь. Мне стыдно такое показывать. Я говорю, мам, я, у меня канал, не сад-огород, чтобы мне, людям это что-то стыдно было показывать. У меня просто жизнь моя. Почему я не могу это снять? Вот сейчас я подойду потихонечку, сниму, какой у нас чеснок. Чеснок в жизни у нас такого чеснока не было. Вы посмотрите, как он у нас весь зарос в траве. Ну, вы представляете, во-первых, мама одна на трех дачах, 15 соток. Она просто физически не успевает. Я говорю, мам, ну ты что ж так переживаешь? Вот. Сейчас я все, ну, не все сделала, буду заниматься чесноком. Вот. Я вам сейчас конкретно покажу, что я сейчас буду делать. Я знаю, что сейчас у многих такая проблема про полка, обработка. Ну, я сейчас сяду прям в этот чеснок. Трава по колено. Трава по колено в чесноке. Его правда не видно. Вот. И я сейчас буду этим заниматься. Вообще, я просто буду показывать вам свою жизнь. Жизнь Лары. Какая она есть. Без обмана, без преувеличения. То, что я вот подкрашиваюсь, мне пишут, накрасила губы, накрасилась. Я на самом деле такой человек. Без преувеличения. Вот, понимаете, вот у меня в крови, наверное, накрасить губы, подкрасить стрелочки. Просто выглядеть так, чтобы приятно человеку было на тебя смотреть. Ну, это, конечно, у меня это у меня от мамы. Потому что у меня мама тоже такой же человек. Вот ей 76 лет. Она идет в огород. Обязательно накрасит. Ну, глазки подкрасит. Ходила сейчас меня встречать. Она на автобус. Губы не накрашены были. Ну, а что? Ну, а почему я должна плохо выглядеть в своем? Для себя, во-первых. Почему я плохо должна? Ну, просто плохо выглядеть. Вот женщины мои дорогие, любимые. Почему вы себя, почему вы себя записываете прямо уже вот в 50 лет старухе? Ну, в 60 даже, в 70. Вот моя мама пример. 76 лет. Она настолько вот, дай бог, я здоровая, энергичная. Всегда она любит выглядеть хорошо. Не надо себя, понимаете, себе прибавлять года. Радуйтесь жизни. Смотрите на себя в зеркало, как вы выглядите. На вас смотрят не только люди окружающие, на вас смотрят ваши же растения. Ой, что-то меня не туда понесло, но это на самом деле так. Вы думаете, вас никто не видит? Вас все видят. Понимаете? Вот. Поэтому у меня это не отнять. И вам, конечно же, приятнее на меня смотреть, чем я выйду. Ну, я, конечно, без краски не такая уж прям страшная, но все равно женщина должна всегда оставаться женщиной. Правда? Вот. Поэтому я иду. Это я сейчас сюда на большую дачу пришла за стульчиком. Теперь вы знаете, если я попала в желто-зеленый домик, я здесь иду к вам на беседу. ну, потому что там мне просто, ну, правда, там мне не дают спокойно поговорить. Вон там мой домик, если пройти. И там, кстати, меня зажрали просто комары. Я вот видела, сидела вот так вот. Я не знаю, там прямо просто кичит вот так вот все. Вот. Все, моя душенька успокоилась. Я себя чувствую немного, ну, намного вернее лучше. Мама рада, что я приехала. Сейчас просто буду действительно помогать, все делать и спасать, спасать от пожара огород. Все. Сейчас я иду показывать вам чеснок и мою следующую работу.